Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная Еда. Предлагаю восхитительный рецепт знаменитого немецкого торта Черный лес или Шварцвальский вишневый торт. В составе торта нежный шоколадный бисквит на кипятке, который пропитан сиропом из вишневого сока, с добавлением вишневой водки, с прослойкой крема из сливочного сыра со сливками и рубиновой начинкой из вишни внутри. Представьте себе, сочный бисквит, шоколад, много сливочного крема, а внутри легкая вишневая кислинка. Это бесподобно вкусно! В каждом кусочке этого торта превосходная мягкость и абсолютное наслаждение. Этот торт непременно произведет впечатление даже на самого большого любителя шоколада. За день до сборки торта приготовить шоколадный бисквит на кипятке. В сито высыпаем муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель теста. Просеем сухие ингредиенты, затем хорошо перемешиваем венчиком и откладываем в сторону. Яйца разделяем на белки и желтки. В большой миске соединяем яичные желтки, половину порции сахара и взбиваем миксером 2-3 минуты. Добавляем растительное масло и перемешиваем. Просеиваем через сито какао-порошок и тщательно перемешиваем венчиком до однородной массы. В желтковую смесь с какао-порошком вливаем крутой кипяток и тщательно перемешиваем венчиком до однородной и гладкой массы без комочков. Добавляем смесь сухих ингредиентов и также хорошо перемешиваем венчиком до однородной и густой массы. В другой чистой миске соединяем яичные белки, щепотку соли и взбиваем до образования легкой пены. Частями добавляем остальную часть сахара и взбиваем до плотных пиков. Плотные пики – это когда хвостик взбитых белков свисает с венчика миксера, но при этом на нем крепко держится. В несколько приемов к шоколадной массе добавляем взбитые яичные белки. При помощи силиконовой лопатки очень аккуратно движениями снизу вверх перемешиваем до однородности. Долго не мешайте, иначе белки осядут и бисквитное тесто не будет воздушным. В результате должна получиться однородная и очень пышная масса. Дно разъемной круглой формы диаметром 20 см затягиваем фольгой. Выкладываем бисквитное тесто в форму и равномерно распределяем по всей поверхности. Выпекаем бисквит в разогретой до 175 градусов духовке около 55-60 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Вынимаем бисквит из духовки и оставляем на столе в форме примерно на 15 минут. Затем аккуратно проводим тонким ножом по стенкам формы и извлекаем из нее бисквит. Слегка теплый бисквит плотно заворачиваем пищевую пленку, чтобы на его поверхности не смог образоваться конденсат. И незамедлительно убираем в холодильник минимум на 5-6 часов. Это нужно для того, чтобы влажность, которая есть в бисквите, равномерно распределилась, а пищевая пленка служит защитным барьером и не дает ей испариться. За это время бисквит вызрит и приобретет нужную нам текстуру. В результате мы получим максимально нежный, сочный и пористый бисквит, который даже не нуждается в пропитке. При разрезании он прекрасно держит форму, не крошится и не разрывается. Приготовить вишневую начинку. В сотейнике соединяем вишню без косточек, у меня было замороженное, сахар, кукурузный крахмал, воду, лимонный сок и хорошо перемешиваем. Ставим на средний огонь и помешивая доводим до кипения и до полного растворения сахара. Непрерывно перемешиваем и готовим до тех пор, пока соус с вишней не загустеет. Снимаем сотейник с огня, перекладываем начинку в чистую миску и полностью охлаждаем. Приготовить пропитку для бисквита. В сотейнике соединяем вишневый сок и сахар. Ставим сотейник на огонь, постоянно помешивая, доводим сироп до кипения, пока сахар полностью не растворится. Готовый сироп снимаем с плиты, переливаем в чистую посуду и даем ему полностью остыть. В остывший сироп добавляем кирш, это вишневая водка, и хорошо перемешиваем. Кирш можно заменить на коньяк, бренди или вообще не добавлять алкоголь. Приготовить крем-чист на сливках. Сливочный сыр и сливки должны быть хорошо охлажденными. Перед началом приготовления крема, венчики миксера и миску, в которой будете взбивать сливки, поставьте морозильную камеру на 20 минут. В чаше миксера или глубокой миске соединяем сливочный сыр, жирные сливки и сахарную пудру. Сначала начинаем взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно увеличивая по мере необходимости. Крем сначала будет немного жидким, но в процессе взбивания сливки начнут густеть и масса приобретет нужную нам консистенцию. Взбиваем все вместе до густой, однородной и гладкой кремовой массы около 3-5 минут. Крем должен быть густым и хорошо держать форму. Сборка торта. Бисквит достаем из холодильника, снимаем пищевую пленку и разрезаем на 3 одинаковых коржа. На подходящее блюдо для торта или подложку наносим немного крема для того, чтобы закрепить нижний корж. Выкладываем первый шоколадный бисквитный корж и немного прижимаем для того, чтобы его закрепить на подложке. Пропитываем бисквит вишневым сиропом по всей поверхности. Сливочно-сырный крем взвешиваем и делим на 2 равные части. Оставьте совсем немного, примерно 80-100 г крема для чернового выравнивания. Для удобства крем выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Таким образом, слой крема на торте везде будет равномерным. На бисквит наносим слой крема при помощи кондитерского мешка с круглой насадкой. Затем хорошо распределяем шпателем по всей поверхности торта. Из крема делаем бортик по всей окружности торта. Внутрь, в незаполненные кремом места, выкладываем половину вишневой начинки. Сверху наносим крем и легкими движениями аккуратно разравниваем равномерным слоем. Выкладываем второй бисквит и повторяем то же самое, что и с первым коржом. Пропитываем вишневым сиропом. Покрываем бисквит слоем крема и хорошо распределяем шпателем по всей поверхности. Затем из крема делаем бортик по всей окружности торта. Внутрь бортика из крема выкладываем вторую часть вишневой начинки. Затем вновь выкладываем слой крема равномерно распределяя по всей поверхности. Срез верхнего третьего шоколадного бисквитного коржа хорошо пропитываем вишневым сиропом. Выкладываем бисквит на торт пропитанной стороной вниз и совсем немного прижимаем. Покрываем торт сверху и по бокам тонким слоем отложенного крема. То есть делаем черновое выравнивание. Чтобы бисквитные крошки склеились и не попали в финишное покрытие. Оборачиваем торт ацетатной пленкой. Одеваем на него разъемное кольцо такого же диаметра. И сжимаем форму плотную к торту. Это делается для того, чтобы собранный торт получился ровным. Сверху накрываем пищевой пленкой вплотную к крему. Убираем торт в холодильник для стабилизации на 6-8 часов. За это время торт хорошо пропитается, а крем схватится и станет плотным. Приготовить крем-чист на сливках для выравнивания торта. Приготовьте крем-чист таким способом, как готовили крем для начинки торта. Взбейте вместе сливочный сыр с жирными сливками и сахарной пудрой до густой, однородной и гладкой консистенции. Выравнивание торта Достаем торт из холодильника. Аккуратно убираем пищевую пленку. Снимаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Чтобы было удобно наносить крем на торт, перекладываем его в кондитерский мешок с круглой насадкой. Тогда слой крема на торте везде будет ровным. При помощи кондитерского мешка с круглой насадкой по кругу торта до самого верха наносим крем. Равномерно распределяем крем по верхушке и бокам торта при помощи маленького шпателя. Затем аккуратно выравниваем большим шпателем вертикально вдоль боковой поверхности. Если образовались пустоты или сняли слишком много крема, добавляем в то место, где нужно. Выравниваем торт до получения идеального результата. Убираем торт еще раз в холодильник примерно на 30 минут. Нужно, чтобы финальный крем немного застыл и стал плотным, иначе на поверхности останутся следы от рук, когда вы будете украшать торт. Украшение торта Когда торт хорошо охладился, можем приступать к его украшению. Ставим торт вместе с блюдом или подложкой на противень и обсыпаем шоколадной стружкой. Аккуратно наносим шоколадную стружку по всему кругу торта, а излишки удаляем с помощью кисточки. Таким образом мы получаем красивые шоколадные покрытия торта. Верх торта украшаем оставшимся кремом, используя кондитерский мешок с фигурной насадкой. Середину торта заполняем шоколадной стружкой. Сверху на крем по кругу верхушки торта выкладываем коктейльные вишни. При желании можно украсить и свежими вишнями. Готовый торт нарезаем порционными кусочками и наслаждаемся безумно вкусным и очень нежным шоколадно-вишневым десертом. Торт Черный лес или шварцвальский вишневый торт готов. Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно!